ЗАПАДНАЯ Армения Власти Азербайджана совершили преступление против человечности в неочередной отчет защитника прав человека Армении. Ведутся ремонтные работы в исторической столице Армении Двин. Анэйд Бояджан отдает дань уважения Армения. Заявление Национального совета Западной Армении в связи с соглашением от 16 марта 1921 года. Союзу, подписанному 16 марта 1921 года, но не получившему международного признания между Советской Республикой Россией и Национальным собранием Кеймалийской Турции, исполняется 100 лет. Это преступное соглашение между российской и турецкой сторонами фактически оправдало армянские потери. В то же время они нарушили международные стандарты и принципы. Без участия и согласия армянской стороны по решению сторон провинция Карс и провинция Сумарлу были переданы Турции, а на Хичаван Азербайджану. Московский договор от 16 марта 1921 года по Армении является грубым нарушением международного права, поскольку стороны, подписавшие договор, нарушают все международно признанные права армянской стороны и подписывают этот договор о перераспределении территории Армении без согласия о последней. На момент подписания договора Российская Советская Социалистическая Республика и Великое Национальное собрание Кеймалийской Турции не подпадали под действия международного права. По этой причине договор не имел юридической силы по международному праву. Национальное собрание Кеймалийской Турции на момент подписания договора было названо в честь уже приговоренного к смертной казни Мустафы Кемаля. 11 мая 1920 года военный суд империи приговорил Мустафу Кемали и его соратников к смертной казни. До этой даты, по решению Турецкого военного суда, он находился в бегах как преступник. Соглашение от 16 марта 1921 года, подписанное в Москве, является незаконным и не имеет силы по международному праву. Поэтому Национальный совет Западной Армении заявляет, что не признает договор 1921 года. Договор подписан в Москве 16 марта, а его правоприемник в 1921 году того же года, 13 октября, был подписан Карский мирный договор между большевистским правительством Советской Армении и Кемалийской Турцией. По этому поводу заявление подписал президент Национального собрания Западной Армении Арменак Абрамен. Сахамон Талерян, участник армянского национального освободительного движения, народный герой, осуществивший казнь одного из главных организаторов геноцида против армян Талия Тапаши. Сахамон Талерян родился в 1896 году в Багариче, Западной Армении, где получил начальное образование. Затем он продолжил службу в Центральном колледже Эрзнки, который окончил в 1912 году и переехал в Сербию в 1913 году. Как только началась Первая мировая война, он уехал в Армению, где служил в полку полководца Андроника. В 1915 году Талерян пережил геноцид, который сильно повлиял на его жизнь. В 1921 году Талерян принял участие в операции Немезида, получив задание убить одного из главных организаторов геноцида Тайлят Пашу. 15 марта того же года Сахамон Талерян застрелил Тайлята на улице Харденберг в районе Шарлотенбург, Берлина, и был арестован. Однако в 1921 году, 2 июня, немецкий суд признал Сахамона Талеряна невиновным. Оправданный Талерян много лет прожил в столице Югославии Белграде. После 1945 года он поселился в Афресно, США, где умер в 1960 году, 23 мая. В память о Талеряне установлен памятник в Афресно, в селе Мастара Талинского района, а также в Ереване. Дороги в провинции Муж, Западной Армении, закрыты из-за сильного снегопада. Во время сильного снегопада в марте снегоуборочные бригады испытывают трудности с перемещением по дорогам со снегом толщиной до 5 метров и туннелем, образованным из сугробов. На высоте 2600 метров над уровнем моря снегоуборочные бригады день и ночь продвигаются вперед, шаг за шагом рассечая снежные массы. Они открыли 89 из 95 сельских дорог и сейчас работают на оставшихся шести дорогах. Защитник прав человека Армении Арман Татойан опубликовал специальный отчет, в котором говорится, что власти Азербайджана совершили преступления против человечности в условиях COVID-19 против Арцаха и Армении. Об этом Арман Пресс сообщили в отделе по связам с общественностью аппарата защитника прав человека. Отмечается, что в этом неочередном отчете омбудсмена на конкретных примерах и профессиональном анализе показаны преступления, совершенные Азербайджаном против человечности в контексте пандемии COVID-19. В специальном отчете говорится, что несмотря на заявление Генсека Совета Безопасности ООН о том, что в условиях COVID-19 боевые действия должны быть немедленно прекращены во всех ситуациях, Азербайджан предпринял агрессию против Арцаха. Отчет будет направлен в соответствующие международные структуры и государственные органы Республики Армения, говорится в сообщении. В 2016 году за счет финансовых средств Фонда развития Армении в действие приведена программа благоустройства музея исторической столицы Армении Двина и прилегающих территорий. На согласование в Министерстве культуры Республики Армения переданы научно-проектные документы по благоустройству столицы Двин и восстановлению ряда церковных строений, которые утверждаются уполномоченным органом. Об этом Армен Пресс сообщили в Министерстве образования и науки Республики Армения. Первые раскопки в Двине проводил Николаус Мар в 1899 году, затем они стали регулярными. С 2019 года экспозиция по раскопкам столицы Двинского района руководит доктор философских наук, профессор Петросян и члены археологической группы Акупян, Бабаян, Жамко Чан, Кочарян, Мартиросян, а также архитектор Гафадарян. Вечером 13 марта наша соотечественница, певица Анэйд Бояджан, проживающая во Франции, выступила на слепых прослушиваниях французского голоса. Она заново исполнила армянскую народную песню Хингала под душевную музыку Дудука, спев несколько строк на французском языке. Эта песня стала уникальным рассказом об армянке, живущей во Франции, пишет новостной сайт Спутник Армении. Красивое, трогательное и очень искреннее выступление Анэйд заставило всех четырех членов жюри развернуться и стоя аплодировать. После выступления Анэйд прокомментировала свое выступление. Как армяне мы хотим жить в мире и на земле наших предков. Я хотела передать это послание надежды всеобщего мира. Далее для вас Анэйд Бояджан Геташан. Далее для вас Анэйд Бояджан Геташан. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok